Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами сегодня продолжим рассуждение места Священного Писания, на котором мы остановились, послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава, 16 стиха, но я прочитаю с 14, чтобы яснее была мысль. Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавшись из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благоведствовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Братья и сестры, нам очень трудно сегодня представить ту ситуацию, которая была вот в то время, когда апостол Павел писал это послание. Очень трудно. Мы должны представить, что закон Моисея, который дан был для израильского народа, он был обязательным для исполнения этого народа. И другого израильтяне не понимали. И вот когда пришел Христос, обратите внимание, израильтяне, евреи его не приняли. Они распяли. Они ссылались на Моисея. А ты откуда? А ты кто такой? У нас Моисей. И вот апостол Павел дает такую, знаете, четкую разграничение или ясность в носе. Почему-то положилось мне на сердце сегодня вот остановиться на этих местах священного писания и сегодня поговорить о законе и благодати, потому что здесь именно говорится об этом. Я почему заостряю такое внимание на протяжении, ну, моей жизни, служения, мне многократно приходилось встречаться с людьми, которые базируются на каких-то основах закона. Это целое такое христианское направление, динаминация. Как-то на одном из съездов в Казахстане, на нашем братском съезде, я тоже был затронут этот вопрос, и брат, который вел эту тему, между прочим, он очень сведущий человек, и он был, ну, двигал учебные программы библейский колледж, и он вел эту тему, и он провозгласил так, он говорил очень много, это давно было, и потом сказал, братья и сестры, Господь пришел, отменил обрядовый закон, но оставил десяти словия. Я вот тогда помню, сидя на этом съезде, думаю, как это так? И в среде народа Божьего у нас верующих баптистов этот вопрос всегда вот в каком-то неясном положении. Так что Господь отменил? Между прочим, во вторник у нас мы тут собирались, и снова затронули этот вопрос. И примерно такой, ну, закон же хороший, ну, не убей, не пролюбодействуй, не кради, так мы живем по этому закону. Вроде бы зачем его отменять? И вот эти моменты, они тревожат порой народ Божий и вводят неясно. Особенно, братья и сестры, когда мы встречаемся с адвентистами седьмого дня или с крайним учением субботники. Субботники, адвентисты седьмого дня, это разные динаминации. Вот они тогда порой ставят наших верующих в тупик. Они приводят такие слова, что Христос пришел исполнить закон. Вот, братья и сестры, мы будем говорить об этом. Я бы хотел сегодня внести, ну, насколько Господь позволяет мне разуметь этот вопрос, ясность в этот вопрос. Что такое закон? Зачем закон дан? Отменен он или нет? Или мы можем жить по нему? Вот эти вопросы, потому что апостол Павел, братья и сестры, я так понимаю, что Господь избрал Павла как сосуд для того, чтобы утверждать учение Господа Иисуса Христа. Поэтому он тут, говорит, упразднил закон заповедей учением своим. Павел дерзал на это. Братья и сестры, за это он постоянно был в заключении и возбуждали власти к этому именно иудеи. Они, помните, помните, когда там в Иерусалим он пришел на поклонение, там такой бунт произошел, и когда он там на лестнице попросил тысяченачальника, позволь говорить к народу, и когда начал объяснять, братья, мужи, братья, я вот с вами был, я против этого учения восставал, я гнал, истреблял, ну, он делал так, он сказал, я как некий изверг, ну, вот я шел в Дамаске, вот свет, и голос снял. Братья и сестры, смотрите, какая тишина. Это многотысячное собрание, они умолкли. Он говорил им о том, что он переживал, и когда он сказал, что Иисус с ним заговорил, и сказал, что ты гонишь меня, и потом сказал, я пошлю тебе далеко, к язычникам. Братья и сестры, полностью прекратилось внимание. Они подняли такой гвалт, вы никогда не думали, что они кричат. И они кричат, истреби такого от земли, не должно ему жить, что Павел плохого сказал. Христос сказал ему, я тебя пошлю далеко к язычникам. Для иудея это преступление. Идти к язычникам, вот закон, вот Израиль, если язычник хочет спастись, он должен прийти к евреям, он должен пройти необходимые обряды и стать в каком-то времени евреем. он принимает иудаизм и таким путем через закон спасается. Это было твердое основание евреев. Они другого не принимали. И вдруг Павел говорит, помимо закона, Христос посылает проповедовать спасение язычников. Для иудеев это было безумие. Это было преступление. И поэтому они после, помните, там 40 человек, заклялись ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Вот что случилось? Что говорит Писание о законе? Обратите внимание. Посему закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра. Римлянам 7.12. Братья и сестры, закон от Бога. Закон добр. Обратите внимание, второе место. Римлянам 7.14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Вот, братья и сестры, то, что исходит от Бога, оно плохим никак не может. Он действительно духовен, закон. Он действительно свят. Он действительно добр. Но какое отношение он имеет к спасению, это вопрос другой. Обратите внимание, Римлян 3.20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Вот, братья и сестры, представьте, когда Павел это провозгласил, это Павел написал послелание. Он жил среди этих евреев, и когда он сказал, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, они что-то, как Павел, подожди, закон дан Моисей, целые столетия, тысячелетия прошли, а ты, говоришь, не оправдается. Вы понимаете, какое там было противостояние. Далее мы читаем, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Евреям 7.19. Братья и сестры, и когда мы говорим об этом, когда Священное Писание говорит, что закон добр, что он духовен, что он свят, что он от Бога пришел, сразу, и вдруг законом не спасается, никакая плоть, никто не может спасти законом, и у нас сразу возникает огромный вопрос, а зачем тогда закон? Если он ничего не довел до совершенства. Братья и сестры, жизнь израильского народа показала, когда мы читаем книги Царств, Паралипоминон, вы посмотрите, какое страшное отступление. Народ Израиля, вот хвалясь законом, Моисеем, они дошли до того, что при храме были блудилищные дома. Там стояли истуканы Ваалов, Астартов. Обратите внимание на разложение этого народа. Закон ничего не довел. Зачем тогда закон? Братья и сестры, Священное Писание дает на это четкое определение. Послушайте, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Галатов 3,19. Братья и сестры, внимательно слушайте. Закон дан по причине преступления. Когда израильский народ, вот когда он шел еще в пустыне, обратите внимание, когда народ шел в пустыне, ну, с Египта, вот их там было сколько, тысяч человек, обратите внимание, только двое, от 20 лет и выше, которые вышли с Египта, только двое вошли, остальные пали костями в пустыне. В чем причина? Развращается народ. Преступление. И по причине умножения преступления в этом народе Господь дает закон, ограничивает человека. Ну, как, вы меня просите, такое грубое сравнение. Лошади удила одевают, и знаете, железо во рту, и вот держат его. Вот закон дан для этого, для того, чтобы остановить преступление. Почему, братья и сестры, сегодня буквально все христианские страны, даже мусульманские страны, они базируются на этом законе. Эти вот правила или заповеди, статьи, они вошли в законы, в конституции государств, не убей, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и так далее. Они вошли. Почему? Преступление надо остановить, чтобы оно не разрасталось. Смотрите дальше, что мы читаем. Ибо законом познается грех. Вот интересно, братья и сестры. Вот я задаю такой вопрос. Тут все, наверное, почти водители, кроме старых людей. Вот я сейчас выйду и перееду на левую сторону. На левую сторону. Что это будет? Я же знаю, что я нарушаю закон. Я нарушаю закон. У меня было такое в Чемкенте. Я ездил всегда по той улице, это центральная улица, в город Чемкенте, всегда нормально. А вдруг они сделали одностороннее движение, я не обратил внимания на знаки, выезжаю, еду, смотрю, одна моя машина едет. Смотрю, здесь не сзади, впереди, не думаю, что такое. Вдруг издали мне навстречу, лоб в лоб летит машина. Я притомажу, останавливаются, ГАИ подходят. Только тогда я сообразил, что-то не так. Они говорят, уже запрещено, уже я нарушил закон. Я нарушитель законов, там есть знак, а я не обратил внимания. Вот для этого законом познается грех. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Это закон, он сдерживает эмоции человека. Братья и сестры, закон был сторожем для человека. А до пришествия веры, Галатам 3, 23, «Мы заключены были, слушайте, под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере». У Господа там на небе было запланировано. Вот этот период под стражей закона, это идет подготовка к принятию Сына Божьего, когда его действие будет спасительное. Закон не давал спасения, а вот пришествие веры оно давало спасение. Далее мы читаем, вот братья и сестры, еще интересный, 1 Тимофей 1, 9, «Зная, что закон положен не для праведников». Вот братья и сестры, мы праведники или нет? Если мы праведники, а мы должны сказать, да, мы оправданы кровью Господа Иисуса Христа, мы праведники, так вот, закон дан, положен, не для праведника. Как это понять? Вот братья и сестры, если бы Александр Романович завтра с супругой пришли ко мне в гости, а я бы открыл Библию и сказал, не кради, Александр Романович, ничего не укради у меня сегодня. Он бы как, среагировал? Он повернулся, обиделся, никогда в твой дом не приду. Если ты сомневаешься во мне, этот закон дан не для праведника, праведник об этом не помышляет, он поднят гораздо выше, там у его другое есть, поэтому закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных и так далее. Для этого закон. Он сдерживает, сдерживает. Братья и сестры, если бы не было законов вот Конституции, по которой мы живем в государстве, то в странах был бы хаос, это бы страшно, что было. А закон сдерживает. Если я украду, то мне дадут пять лет, я сидеть буду, я думаю, нет, не пойду, попадусь все равно. Закон – страж для человека. Закон стал детоводителем ко Христу. Итак, Галатам 3, 24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Еще одно место. Римлян 10, 4. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Я хочу сказать, братья и сестры, когда закон показал мое несоответствие, вот, братья и сестры, все мы, вот мы водители, все мы точно исполняем правила движения. Никто тикер не получал. Вот мы ездим на дорогах, мы все равно нарушаем. Так вот, закон… Я всегда с дитями встречался, они знают, что я быстро езжу. Говорят, папа, смотри, я говорю, 10 лет езжу, не дадут тикет. А недавно в Харисбурге раз и меня остановили, дали хороший тикет. Нарушил закон, братья и сестры. И теперь я… Вы знаете, как я осторожно сейчас езжу? Я понял, это ж попадусь еще. Вот, братья и сестры, закон сдерживал. И когда человек видел, что ему нет оправдания, тогда пришла, братья и сестры, на горизонте восходит звезда Теокова. Пришел Христос. Поэтому написано, конец закона Христос, к праведности всякого верующих. Вот это, братья и сестры, если убрать, ну как это, конец закона Христос? Вот как написано, так и принимать. С приходом Христа закон, братья и сестры, не стал ненужным. Он завершил свою работу. Господь, что назначил через этот закон? Закон выполнил свое предназначение и привел человека ко кресту. Вот там спасение, не в законе. Спасение только там. Закон тебя удерживал от преступления, от того, чтобы не нарушать правила жизни на этой земле. Вместо Ветхого Завета пришел Новый Завет. Посмотрите, Иоанна 1, 17. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Ну, братья и сестры, вот эти места настолько тверды, настолько неясны, тут просто объяснять нечего. Вот закон через Моисея, второе место, смотрите, Евреям 8, 7, 10 стих. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Если бы закон давал нам спасение, зачем приходить к Христу? Зачем ему страдать? Но ввиду того, что закон только сдерживал, нужно принесение жертвы за грехи всего мира, то, что сделал Христос. Христос упраздняет закон, упразднив вражду плотию своею, а закон заповедей учением. Что интересно, братья и сестры, когда вот мы смотрим на Слово Божие, особенно на миссию Господа Иисуса Христа, его иудеи постоянно, вот Моисей нам так говорит, и не так, они противодействовали ему, они не могли понять то, что Христос принес новое спасительное учение. Дальше Павел пишет, но ныне, римлянам 7.6, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить в Богу, в обновлении духа, а не по ветхой букве. Друзья мои дорогие, невольно я хочу задать, у нас возникают вопросы, я смотрю на время, бежит быстро, возникают вопросы, я хотел бы пройти по этим вопросам. Первый вопрос. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Это нам особенно всегда говорят адвенетисты 7 дня. Они говорят, вот Христос сказал, что вам еще надо? Он пришел не нарушить закон, а исполнить. Братья и сестры, как это понимать? Это истинное место Писания. Посмотрите, Христос говорит, закон и пророки до Иоанна, крестителя, сего времени Царствие Божие благоветствуется, и всякий усилием входит в него. Я хочу напомнить, помните, когда Христос воскрес из мертвых, и когда Он встретился со своими учениками, апостолами, когда они были в таком, знаете, трудном состоянии духа, повержены, потеряли веру, и Он им сказал, иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всех Писаниях. Вот это Господь все исполнил. Он пришел, чтобы исполнить все сказанное о Нем. Он ничего не нарушен. Он выполнил все предсказания и на этом поставил точку. Закон завершил свое действие. Вопрос второй. Благодать пришла на основе закона, как продолжение его. Это те вопросы, которые задают. Ну да, это правильно, ну закон, потом от закона пошла благодать. Братья и сестры, Слово Божие совершенно. Иначе говорит Римлянам 3.21 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Римлянам 3.31 Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, слушайте, независимо от дел закона. Я хочу сказать благодать и закон. Благодать не вытекла от закона, она шла параллельно. Закон от Моисея, благодать от Господа Иисуса Христа. Это очень важно. Вывод. Закон дан Богом, он свят, духовен и добр, но он был дан для определенной цели выявить испорченность и греховность человека, привести его к сознанию своей гибели и указать на Христа. Закон выполнил свое предназначение и с приходом Христа завершил свое действие. Вопрос третий. Правомерно ли делить закон на десяти слове, скрижали и данные другие заповеди? За это очень сильно держатся адвентисты седьмого дня. Когда с ними беседуешь, они говорят, да, Христос пришел и отменил обрядовый закон. Вот эти все жертвы, омовения, Христос отменил, но он оставил нравственный закон, десятословие. Оно для нас-то важно по сегодняшней. Это их основа. Порой наши братья тоже так говорят. Братья и сестры, давайте посмотрим. И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Обратите внимание, и скрижали, на камнях написаны десять заповедей, десятословий, и другие заповеди, ну, обрядовые, записаны Господом. Они даны одинаково. Второе место. Малахи 4, 4. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве, для всего Израиля равно, как и правила и уставы. Поэтому делить закон Моисея, вот это главное, это важно, а это не важно, нет основания. Так Слово Божие не говорит. Закон единый и написанный. Ну, если братья-сёстры сравнить, часто братья-проповедники говорят, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего». Это значит стих, который говорит суть Евангелия. Ну, сказать, что этот стих самый главный, больше нам Евангелие не нужна, мы не можем. Это всё учение Христа, и оно и зашло от Господа. Следующий вопрос. «Если закон упразднён, то не расхолаживает ли это нас к вольной жизни?» Это задаёт вопрос нам. Говорит, ну, раз вот не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, ну, там пять заповедей, если это убрать, тогда вольная жизнь. Братья-сёстры, это абсолютно не так, абсолютно. Я хочу сказать, что заповедь Господа Иисуса Христа, или учение Иисуса Христа, оно поставило нас выше закона. Требование учения Христа гораздо выше закона. Я сейчас, мы с вами проиллюстрируем. Обратите внимание, давайте пройдём по этому десятисловие. Ветхий Завет. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это десятисловие. Это первая заповедь. Новый Завет. «Господа Бога, светите в сердцах ваших». Сравните эти две заповеди. Там сказано, что пусть других из богов у вас нет. А здесь вы должны светить Господа в сердце. Вы должны ходить пред Ним с страхами, трепетом. Второе. «Не делай себе кумира и никакого изображения не поклоняйся им и не служи им». Это легко выполнить. У нас нет никакого изображения, никакого кумира. Но Новый Завет подымает выше, брат только что читал. «Не любите мира, ни того, что в мире». Ветхий Завет этого ничего не говорит. Кумир не делай. Не поклоняйся ему. Новый Завет подымает выше. Третье. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Ну, в суде. Вот человек, «А Бог поможет». «Не дай Бог». Порой так говорят, так в Израиле это было, ну, считалось неверным преступлением. «Не произноси». Новый Завет за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Это Новый, Старый Завет и Новый Завет. Вы посмотрели требования. «Ну, хорошо, я не произношу имя Господа напрасно, я трепещу, но сколько я лишних слов говорю, и за них я должен отвечать, за каждое слово, которое скажут люди». Братья и сестры, следующее, четвертый. «Помни день субботний, чтобы светить его». На этом наши братья спотыкаются тоже. Ну, говорит, написано, мы же должны светить, ну, мы теперь в воскресенье будем. Обратите внимание на Новый Завет. «И каждый день единодушно пребывали в храме». Второе место. «Но наставляйте друг друга каждый день». Там только в субботу сходи в храм или в скинье туда там, или в синагогу, а потом живи. А здесь каждый день прославляйте, наставляйте. Это Новый Завет. Он требует от нас гораздо большего. «Не убивай». Хорошая заповедь. Братья и сестры, посмотрите, что говорит Христос. Когда мы читаем пятую главу Матфея, Нагорную проповедь, обратите внимание, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Правильно? А посмотрите. «А я говорю вам, что всякий, гневающий, на брата своего напрасно подлежит суду». Посмотрите, какое требование. Мы порой не задумываемся, когда мы гневаемся друг на друга напрасно. Когда мы говорим, «Как ты мне надоел! Хватит мне с тобой!» «Это гнев мой!» Братья и сестры, подлежит суду, а там ничего не сказано. Друзья, там сказано, не убивай! Посмотрите, следующий. Не прелюбодействуй! Новый Завет, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Мне сегодня, незадолго до собрания, звонит один брат, пресвитер. Он уже в годах таких. И разговорились, там они рукоположили дьякона, а дьякон когда-то, ну, в своей жизни падал в грех прелюбодеяния. Прошли годы, он покаялся, восстановился, проповедует. И стал вопрос, церковь небольшая, и его рукоположили. И этот брат это делал. Он это все вел. А теперь он уже в отставке, ну, по годам, ему уже за 80 лет. И видно этот вопрос, его, он звонит мне, ну, как ты думаешь? Я говорю, у нас в Казахстане таких не рукополагали. Ну, говорит, ну, вес некого. Вот, братья и сестры, Господь поднял гораздо выше. Если ты взором своим, то в сердце Бог уже видит. Заповедь Иисуса Христа, она выше, выше западе Ветхого Завета. Ветхий Завет не кради. Ну, не кради ничего. А Новый Завет. И кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, ну что, стукнуть его, что ли? Рубашку хочет забрать у меня. Что тут надо делать? Посмотрите. Отдай ему и верхнюю одежду. Это Новый Завет. Если к тебе подходят, он говорит, дай костюм, а ты снимаешь, и рубашку отдай. Это Новый Завет. Собирай ему уголье на голову. Новый Завет. Или еще место такое. Кто крал, пред не кради, но лучше трудись, чтобы было из чего уделять нуждающему. Братья и сестры, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ветхий, Новый Завет. Посему отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Не только лжесвидетельствуй, вообще мы должны говорить истину друг другу. Братья и сестры, у нас часто проявляется такая бытовая ложь. Ну, тебе есть деньги занять? А я думаю, ну, сейчас займешь, а там жди. Нет, у меня нету. Я обманываю. У меня есть деньги, но я обманываю. Новый Завет. Говорите истину. И последнее. Не желай дома близнего твоего. Не желай жены близнего твоего. Ничего, что у близнего твоего. Новый Завет. Любовь не делает ближнему зла. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая, преткновению или соблазну. Братья и сестры, мое глубокое убеждение, если мы будем жить только под десятословию, мы не войдем в Царствие Божие. Требование Господа, учение Нового Завета, оно гораздо нас подымает выше. Поэтому мы, когда сидим здесь, мы сокрушаемся. Господи, мы видим вот свои прорехи, свои согрешения. Мы согрешаем и каемся. Поэтому сегодня, Павел, когда направил людей на Новый Завет, на учение Христа, на оправдание по вере, это вырвало бурю негодования в то время среди иудеев. Поэтому мы живем сегодня по Новому Завету, по учению Господа Иисуса Христа. И цепляться где-то за закон, просто, братья и сестры, это не наша сфера. Поможет нам Господь понять это. Аминь.